30-15 километров, ну и конечно 50 километров Маурили Дезольт, они всегда, всегда были во главе гонки. Владимир Смирнов на ваших экранах, олимпийский чемпион Лиди Хаммера, а в гонке на дистанции 50 километров. Владимир Смирнов бронзовый призер предыдущего чемпионата мира на этой дистанции 30 километров, но тогда так много было шума по поводу, тихонечко разминается, сосредотачивается Алексей Прокуроров. Ну что ж, вкус победы здесь в Тандербэе на канадской лыжне ему уже известен. Что-то будет сейчас. Финский лыжник. Да уж, пожалуй, вот это лидер. Вот теперь и начинается все то, о чем я говорил с самого начала. Начинается борьба за скорость, борьба за секунды. Стартовая скорость 4.42.2. Информация от наших тренеров по трассе. Владимир Смирнов начал гонку несколько... Несколько медленнее, чем его соперников от лыжного стадиона. Кирвис Ниеми... Кирвис Ниеми чуть-чуть лучше. Бьерн Деле. Проигрывает своему товарищу по команде Эвне. Две. Далее идет Владимир Смирнов из Казахстана. 4.46.1. 4 секунды он проигрывает лидеру. Бьерн Деле. Соответственно, проигрывает 4 секунды Смирнову. Далее идет еще один норвежец Эвне. 4.54. То же самое 4 секунды. Ну, а Каналец идет, по крайней мере, в двадцатке. Итак, Микка Мюлеля. Помните, какую скорость он задал после лыжного стадиона на первых полутора километрах дистанции? Итак, 22, 25. Это пока не он. Вот он там, чуть подальше. Мощно идет. В общем-то, сегодня его погода. Жесткая лыжня. Он высоченного роста. С другой стороны, с другой стороны, более привычный для нашего глаза. И, кроме всего прочего, красиво. Красиво, когда лыжник размашется и идет по дистанции. Алексей Прокуроров. Алексей Прокуроров. Куфово ведут уже по четвертому месту. Здесь, на этой отметке, 9 километров. По норвежцу. 23. Пятый проигрывает. Нет, пока не проигрывает. Вот здесь красная линия должна быть. Да, выигрывает у Белли. Выигрывает. 23.17, но проигрывает лидеру Владимиру Смирнову уже 57,9 секунды. Находится он сейчас на шестом месте. Алексей Прокуроров. Бьерн Дели. Ну, не получается. Стартовая скорость у него не получилась, как вы помните. И сейчас на отметке 10 километров, третьей дистанции позади. Он проигрывает. Выигрывает сейчас немножко у Харри Кирвизниеми. Занимает четвертую позицию. Владимир Смирнов из команды Казахстана возглавил сегодняшнюю гонку на дистанцию 30 километров. А вот и должен появиться Владимир Смирнов, 65-й номер. Это пока Мюлеля. Не толкает. Вот так. Лыжный стадион, отметка 15 километров. И так 37, 49 десятых. Более полутора минут он выигрывает сейчас у Йохана Белли, но это не самое главное. Вот теперь посмотрите. Владимир Смирнов. 46,9. Вот это да. Вот это скорость. Молодец. Вот вы знаете, такое впечатление, что не прошло и года на Олимпийских играх в Лилихаммеринге. Вот наши гостиницы в городе непосредственно. 35-40 минут езды на автобусе. А автобусы в это время уже не ходили. Но потом уже на следующий день мы прочитали в газете, он сказал, что он перенес операцию ноги летом. Затем была достаточно небольшая пауза, и он начал вновь тренироваться. Это я говорю о Владимире Смирнове. Бьерн Дели. Бьерн Дели по времени Мулеля. Опережает. Бьерн Дели. Вот. Он наконец-таки получил информацию от тренеров, получил информацию по трассе и понял, что по скорости, по той начальной скорости дистанции, которую он начал в сегодняшнюю гонку на 30 километров, он проигрывает Владимиру Смирнову и сейчас бьет. А вот уже Кирвисниеме отстает от Владимира Смирнова на 1 минуту 12,4 секунды. Вот то, что вы сейчас и видите на ваших экранах. Шестерка сильнейших. Я думаю, сейчас перевернется страница, и вы посмотрите дальше. Алексей Прокуроров, 9-й. 1,44 и 4 десятая секунды отставания от Владимира Смирнова. Это, в общем-то, сборную команду страны. Йохан Дели закончил гонку. Тем временем на этой отметке 24 километра появляются Бьерн Дели. Бьерн Дели и Мика Мулеля. Бьерн Дели занимает вторую позицию и проигрывает Сильвия Фаунар. И, кроме всего прочего, Бьерн Дели идет очень мощно по гонке. Сейчас на последней части дистанции. Тем временем Владимир Смирнов преодолевает последний подъем. Выходит сюда на мостик над лыжным стадионом. И теперь можно только один раз толкнуться и спуститься вниз. Фантастически. Я думаю, что сегодня на пресс-конференции после окончания соревнований Владимир Смирнов скажет, что такой гонки у него еще никогда в жизни не было. Стремительно, мощно и правильно. Палки вверх. Это значит победа. Да уж, это точно. Это победа. И это на ваших экранах, Владимир Смирнов, из команды Казахстана. Это и есть чемпион мира нынешнего года. Обладатель первой золотой медали чемпионата мира по лыжным видам спорта в канадском местечке Тандербэй. Мика Молеля. И Алексей Прокуроров. Алексей Прокуроров. Так, давайте посмотрим сейчас. Смирнов. 1 час 15 минут 52,3 секунды. 1 минуту 49. Почти 1 минуту 50. Секунд проиграл Молеля из команды Финляндии. Фаунер Италия. 2 минуты 10. Ну и теперь, и теперь нам остается только подождать финиша Алексея Прокуророва. Это Бьерн Дели. Бьерн Дели стремительно несется на финиш, потому что прекрасно понимает либо медаль, либо мимо пьезистала почета. Ему еще достаточно далеко до финиша. То есть как далеко? Ну, по крайней мере, около километра. Итак, Алексей Прокуроров. Алексей Прокуроров. 1.16.30. Минута ему остается до времени Мика Мюлеля. И 2 или 1.5 минуты он уже на лыжном стадионе. И так... Вот сейчас он проходит мостик. Алексей Прокуроров блестяще прошел вторую половину дистанции. Просто замечательно. Недаром совсем... Совсем недавно Алексей Прокуроров выиграл гонку на 50 километров этапа Кубка Мира. Бьерн Дели, Мика Мюлеля. Мика Мюлеля, Бьерн Дели, Фаунар и Алексей Прокуроров. Вот это гонка. Вот это завершение этой 30-километровой дистанции. Итак, Алексей Прокуроров. 1.17.35.6. Он обходит по времени Мика Мюлеля. И теперь все зависит от того, как пройдет последнюю часть дистанции Бьерн Дели. Финиш. 1.16.